Ребят, посмотрите внимательно на низ. Как вы думаете, всё ли здесь в порядке? Есть ли тут какое-нибудь странное сооружение? Вот эта местность, она плоская? Наверняка вы так подумали, но на самом деле это полноценный чанк. Офигеть! Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И сегодня мы продолжаем копировать и вставлять. И на этот раз не просто блоки, не просто мобов, а целые чанки. Вам очень сильно понравилось в прошлой части мы набрали больше 100 тысяч лайков. Поэтому надеюсь, что мы сегодня наберём целых 101 лайк. А вы наверняка думали 101 тысячу? Нет, это, конечно, тоже было бы неплохо. Спасибо вам огромное, а также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, а мы начинаем. Приятного просмотра! Ну что же, друзья, в целом, основу все вы прекрасно знаете. А если нет, то прошу к просмотру прошлые выпуски по копировать и вставлять. Они очень интересные. Но, естественно, сразу же мы с вами не сможем копировать чанки. Для этого нам придётся крафтить. И крафтить очень-очень много. Сейчас всё расскажу по порядку. Но для начала нам на самом деле найти бы камыши. Что, житель? А, ты испугался, да? А, тебе вообще всё равно, ладно. Это другой житель наверняка сказал. Вот ты, да? Не, кажется, тебе тоже пофиг. Тростник, а не камыши. Его нужно будет переработать как раз-таки вот и он в бумагу и скрафтить нашу самую первую начальную палочку. Бем, жж, бем, бум. Итак, по-быстрому делаем палки. Теперь делаем вот такой вот крафт. Перерабатываем всё в бумагу. Ну, конечно. Ну, конечно, мне не хватает одного тростника. И где мне его найти? Эээ, придётся выращивать. Это ж надо! Для одной бумаги нужно целых три тростника. Это слишком много. Теперь кладём одну бумагу сюда, две палки и... Раз, два, три! Мы с вами получаем вот такую вот палочку. ЛКМ копировать, ПКМ ставить. Но самое интересное, это внизу. Размер один на один на один. Это означает, что на данном этапе мы можем копировать только один блок. Ну, вот, например, я хочу скопировать этот блок. Нажимаю и копирую. Вот, у меня как раз здесь даже диапазон есть. Но мы уже тысячу раз это делали и знаем, как это работает. Поэтому самое время скрафтить палочку два на два на два. Вот это вот уже будет намного интереснее. Правда, мне всё равно не хватает тростника. Придётся выращивать. Вот это вот намного лучше. Благодарю. Хотя нет, знаете, что я даже сделаю? Настоящую ферму тростника. Бем, бем, бем. А теперь ждём. Вот так вот намного лучше. Красота. Забираем это всё теперь. Делаем побольше палок и создаём ещё таких вот три штуки. Ой, я, кажется, душу прокакал. После этого добавляем их все в крафт и получаем размер два на два на два. И вы теперь понимаете, к чему я веду? Нам понадобится очень много бумаги. Это, кстати говоря, немножко забавно. Ведь совсем недавно в реальной жизни нужно было очень много бумаги. Туалетной. А теперь нам в Майнкрафте нужно очень много. И вот как раз таки, что может делать вот эта вот маленькая маленькая палочка. Допустим, подходим вот к такому вот огороду. И мы такие думаем. Хм, какой-то у тебя маленький огород, житель. Не обижайся только. Нажимаем левнук и мыши сюда. И прагнук и мыши вставляем приблизительно вот сюда вот. И смотрите, как раз таки ровно два на два блок здесь появился. Я бы сказал, что это уже даже площадь. И мы можем это делать бесконечно. Всё. Новый огород у жителя готов. Причём ещё и с бесконечной едой. По идее, если я вот сюда вот поставлю ещё один. Да. То здесь так же заново появится. Нет, нет, нет. Я случайно кое-что не то сделал. И вы только представьте, что будет, если мы с вами начнём копировать целые чанки. И также, если не ошибаюсь, я до сих пор могу копировать мобов. Так, например, ударяем и... Да, смотрите, пчёлы копируются. Подождите, а если мы в одном чанке, например, скопируем кучу различных пчёл? Так, смотрите, нас спамим их здесь и теперь резко ударяем. Да, смотрите, спамится сразу уже три штуки. Это с мобами так же работает. По сути говоря, мы копируем сюда очень много жителей. Потом копируем этот чанк маленький и вставляем. Ха-ха-ха, здесь появляется очень много жителей. Итак, я придумал бесконечную ферму железа. Для этого нам нужен такой вот маленький голем. Так, мы его сразу же тогда скопируем и выроем здесь небольшую яму. А теперь начинаем копировать. Очень много големов. Прям чрезвычайно много. А теперь копируем их просто, их чанк. И начинаем спамить. О, боже мой, их появляется теперь очень и очень много. Вот это я понимаю туса. Вы посмотрите, как же классно они начинают появляться. Опа. Ха-ха-ха. Мне интересно, а не смогу столкнуть этого жителя? А ну-ка. Ай-я-я-я, я немножко промазал. Ребята, я придумал своё собственное орудие в Майнкрафте. Так, попробуем столкнуть вот этого жителя. А ну-ка, стоять. Да, получилось. У меня чё-то маловато дерево. Точно! Мы же можем с вами не выращивать тростник, а просто его копировать. Попробуем сделать так. Скопируем вот этот вот сундук и поставим здесь побольше. Ай-я-яй, у меня копируется очень много. Вот, пускай будет вот так, например. Каждый мы положим, например, по тростнику. Теперь копируем вот этот вот весь чанк, наш маленький, и вставляем. Да, везде есть тростник. Отлично. И отсюда мы его также забираем. Тридцать шесть сахарного тростника у меня уже есть. Нет, спрут спрута? Операция по спасению спрута! Фух, всё, в любом случае я тебя скопировал, поэтому вот, у тебя есть вот такой вот друган, такой же глуповатый. Чё вы на сушу выливаетесь? Я не понимаю. Ну, это же всё-таки спруты, они же мокрые. Теперь приступаем к дальнейшему крафту. Ай-яй-яй, я забыл задюпать себе тубовые доски. Одну секунду. Эм, немножко не то, что я хотел сделать. Что-то определённо пошло не так. Ха-ха, простите спруты, я не хотел этого делать. Делаем кучу этих палок! Мне даже не хватило места в инвентаре. Теперь все их мы перекидываем с вами в окно крафта и получаем 2 на 2. И так каждый раз. Теперь у нас есть очень много палочек 2 на 2, и мы их также перекидываем все в крафт и получаем палочку 4 на 4. Наконец-то! Пойдёмте её испробуем. Интересно, смогу ли я скопировать уже полноценный дом? Обычная ситуация в чёрную пятницу, друзья, не удивляйтесь. Итак, подходим к этому дому и начинаем просто копировать. Вставляем. Да ладно! Подождите, не может быть. Неужели получается? Неужели у нас сейчас получится это сделать? Так, копируем и вставляем. Да! Вы посмотрите, оно теперь копирует не просто в длину, но а также и в высоту. Мы уже близки к тому, чтобы скрафтить полноценный чанг. Точнее, скопировать. Одинаковые слова же всё-таки. Интересно, а там кровать вообще скопировалась? Прекрасный, замечательный дом, господа. Что может быть лучше? По идее, если я встану вот сюда и нажму то... Нет, оно у меня не получится так скопировать в другую сторону. Так, житель, давай проваливай отсюда, мне нужно поспать срочно. Например, дерево. Давайте попробуем дерево скопировать. Ха-ха-ха! Это уже какой-то, ну, получается флаг. Давайте мы, например, напялим в дом какой-нибудь. Великолепно выглядит. Это работает так, что он абсолютно всё копирует, что там находится. Подождите, есть один эксперимент. Что если мы с вами выкинем пшеницу и во время полёта скопируем её? Так, давай... Опа! Ай-яй-яй-яй, нет, он нажал. Ещё одна попытка. Копируем. Так, мы скопировали и пробуем. Нет, я чуть не увидел. Получилось? Вроде бы нет, это так не работает. А было бы забавно, почему бы и нет. А давайте попробуем выбросить вот это вот бревно и скопировать шанг вместе с этим бревном. И, кажется, нет, предметы не копируются. Хотя, вот если мы с вами копируем, то эти предметы точно так же выделяются, будто мы их смогли скопировать. Но на самом деле нет. Обман! Ну и чё страшно? Я думал, что там предметов и так хватает. Погнали крафтить дальше. Если не ошибаюсь, следующая палка, которая у нас будет, это 8 на 8 на 8. Вот, правда, будет то, что мне тростника немножко не хватит. Ну, а сейчас глянем. Да, совершенно чуть-чуть. Теперь добавляем вот эти вот двушки. Получаем 4. И мне не хватает, друзья. Вы представьте, мне не хватило. Ох, придётся делать много сундуков. И много тростника. Где-то здесь должен находиться. Я вроде не весь забирал. А вот как раз-таки он здесь есть. Вот для этого как раз-таки лучше иметь палку один на один. Вот как раз-таки она у меня здесь свободно есть. Ребят, теперь в одном таком сундуке будет находиться целых 4 стака сахарного тростника. А теперь я это всё дело копирую. Представьте, как много его у меня. Райское наслаждение. Продолжаем крафтить. Теперь всё это дело мне нужно переработать в бумагу. Я думал, что это будет намного легче. Но как и с нашей рыбалкой, как и с очарованием, нам придётся здесь постараться, чтобы мы могли стать настоящими читерами. О боже мой, только не кнопка. Нет, даже не заставляй меня её крафтить. Ух, целый стак таких палок. Почему они не стакаются? Придётся их тогда выкидывать. О, я могу просто так зажать, и они будут выбрасываться, да? Что-то их очень мало. Что? Это так работает, оказывается? Серьёзно? Ребята, вы наверняка об этом уже написали в комментариях. Но до меня только что дошло. Мы можем не заниматься этими крафтами. Всё, что нам нужно сделать, это просто положить эти палки в сундук. И это всё. Ха-ха. Почему я про это не понял? Почему я это не понял сразу же? Так, скопируем сундук. Ээээ, что-то с сундуком странное произошло. Это же двойной сундук, его нельзя просто так скопировать. Так, тогда делаем по-другому. Мы с вами берём пустой сундук. Это же пустой сундук? Да. Вот это вот всё дело выбрасываем. Боже мой, это настолько гениально. Ну почему я не додумался сразу же? Берём только 4 на 4 и кладём в этот сундук. А теперь просто копируем этот сундук. Ха-ха. Всё легко и просто. И бумагу мы также теперь можем выкинуть. Никакого покалимся не будет. Эээ, спруты, если что, это всё вам. Ну, если вы будете слишком мокрые и заходите выйти на сушу, то чтобы вы обтёрлись хотя бы немножко. Да и доски нам больше не нужно. Нам больше всё, ничего не нужно, кроме еды. Итак, пойдёмте крафтить следующую палку. Добавляем всё это всё и получаем 8 на 8 на 8. Вот теперь мы как раз таки сможем, по идее, сделать полноценный дом. Вот давайте, например, вот это вот сделаем. Так, скопируем его. О, красота. И пробуем. А-ха-ха. Тихо, тихо. А-а-а-а-а. Нет, друзья, смотрите, как это работает. Вы видите вот эти вот грани? Наверх, в эту сторону и в эту сторону. Нам нужно вот так вот это всё дело копировать. Только таким образом у нас получится сделать полноценный дом. Да, вот он, красавчик. Галем, я, если честно, не виноват, что ты здесь стал. Да и вообще, это твоя проблема, то, что ты здесь находишься. Кто тебе вообще говорил, например, запрыгивать наверх? Я не понимаю. Джилль, ты само согласен? Я тоже в шоке. Я очень. Ты хочешь сказать, чтобы я ему помог? Ладно, хорошо. Так уж и быть, я ему помогу. А-а-а-а. Так, как это делается? Сейчас. А-а-а. Чё-то не пойму. Как это делать? А-а-а. Короче говоря, ему не помочь. И всё. О, тем более, что он сам вышел. Ну, не молодец ли? Получается, что если я прямо сейчас скопирую всю вот эту вот площадь, она скопируется вместе с этими жителями. Вся жизнь, которая там происходила, сейчас будет происходить, если я это вставлю. Такс, проверяем. Да, это реально работает. Уже гигантский участок. А скоро мы с вами будем делать полноценный чанг. Курочка, Жек, ты что ли? Не смей меня копировать, иначе тебе конец. Смотри, что там. А, что там? А, реально там что-то было? Ладно, мы поняли. Курочку, Жек, мы копировать не будем. И вы посмотрите, даже лотерею лайк зажало. А могла бы и дать, в принципе. 8 на 8 на 8, это, конечно, хорошо, но лучше этого, естественно, 16 на 16 на 16. Копируем свободный сундук и закидываем нашу полку. Итак, 4 штуки у меня уже готовы. Уже темнеть. Нам нужно спешить скопировать чанг. Закидываем всё это дело и не крафтится. Так, подождите, а почему это оно не крафтится? Оно должно было скрафтиться, я точно уверен в этом. Ребят, я, кажется, всё понял. Не прошло и 5 минут, мы с вами уже подошли к полноценному чангу. Для его крафта нужно очень и очень много таких палок. Если не ошибаюсь, как раз таки целых 9 штук. Вот этого количества нам должно хватить. Вы представьте, что бы было, если бы мы собственноручно всё это дело крафтили. Да мы бы с ума сошли. Там сколько бумаги вообще нужно? А давайте-ка я посчитаю. Получается, одна палка у нас это 3 тростника. Для крафта следующей палки нам нужно 4 таких палки. То есть 3 умножить 4 это будет 12. И каждый раз мы это всё дело умножаем на 4. Вывод? Получается очень много. Фух, мне очень страшно, но я это делаю, друзья, ради вас. Такс? Да! Размер! Кусок 16 на 256 на 16 это полноценный огромный чанг! Ну что же, настало время. Крафтим! Ха-ха-ха-ха-ха! Щелчок левой кнопки мыши копирует кусок, в котором вы находитесь. Можно было это нам объяснить и вначале, на самом деле. Ладенько, пойдёмте проверять. Настал момент истины. Целый чанг, как это будет вообще выглядеть? Как он это вообще будет копировать? Что здесь ещё есть такого интересного в деревне? Так, жители, прошу прощения, дайте расступитесь. Фикса занимается важным делом. Итак, в Майнкрафте есть такая функция под названием отображать границы чангов. F3 плюс G. Так, нажимаем и теперь мы видим каждый чанг. Вот здесь вот есть очень красивая локация, вместе с пещерой, а также вот таким вот домом. По сути говоря, нам нужно вернуться вот сюда вот и посмотреть. Мы не сможем скопировать, кажись. Хотя, а почему бы и нет? Нажимаем копировать. Тихо. Офигеть! Да ну не может быть такого, подождите! Я сейчас слишком сильно кричать не могу, друзья, но если б я мог, я бы сейчас так закричал, что просто в другом городе бы услышали. Так, а как я туда забраться теперь? Ну чанг, походу, реально копируется. Так, дать бру, вот этот вот скопировать чанг. А здесь, в принципе, чего не находится? Так, копируем. Боже мой, у меня всё залагало. Офигеть! Он реально скопировался! И там даже големы появились, которые, походу, здесь находились. Я знаю, как мы можем это проверить. Так, скопируем вот этого чанг и вставляем его. Простите, големы, конечно, вы меня, но мне придётся это сделать! Боже, у меня в чанге появился самому! Ой, голем, ты меня что ли спас? Спасибо тебе. Вы зачем падаете вниз-то, ребята? Что с ними происходит? Они реально сами берут и прыгают вниз. Зачем ты это делаешь, дружище? Теперь мы реально копируем полноценный чанг. Теперь я возьму только один блок и попытаюсь... Кстати говоря, я сейчас копирую бодрок, смотрите. Опа! Ха-ха! И попытаюсь забраться наверх, посмотреть, что там вообще происходит. А-а-а! Боже мой! Два хп осталось! Ну хоть кто-нибудь из вас поймал бы меня! Посмотрите, какая красота! Мы же с вами полноценный... Я не знаю, ну, город можем построить. Мы можем воспроизвести всё, что находится на полу именно здесь. Так, с чангом мы, в принципе, с вами уже можем выключить. А откуда здесь появилось это железо? 27 штук уже! А что, если мы с вами сейчас копируем вот этот вот чанг? Так, сберём нашу мощную штуку. Ну и, например, поставим её вот здесь, чтобы нас не зацепило. Так, прогружается, пролагивает. Ха-ха! Flying kids not in a button on the server. За что? Я уже даже не летал! Так, заходим, и да, чанг появляется. Подождите, что? Это... Это что за пристройка там? Я должен проверить. Но как? Откуда это здесь взялось? А где прошлый чанг? Вот он, этот чанг выпал! Ха-ха-ха! Посмотрите, я не заметил! Вот это я понимаю иллюзия. Я думал, что вот это вот всё, это пол, это низ, но нет на самом деле, так посмотреть. Это чанг, который мы с вами скопировали и поставили его в нужном месте. Какая же крутая иллюзия. Ну а теперь переходим к тестам. Далечо или недалечо? Вот в чём вопрос. Раз, два, три, полетели! Давай, 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 давай! Идеальное попадание! 10 баллов! Ой, спасибо, аплодисменты, спасибо, спасибо, спасибо! Как это интересно вообще будет работать в аду том же самом? Вот мы с вами копируем, например, вот этот вот чанг и вставляем его вот здесь же. Ой, я-я-я-я не той палкой. Так, скопируем, чанг скопирован, спасибо, и вставляем его. Так, внимательно наблюдаем. Да ну не может быть. Не может быть! Неужели он смог пробить бедрок там наверху? Вы посмотрите на это! Он реально смог, он реально смог пробить бедрок! Мы теперь сможем выйти наружу туда. Ой, 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 я играю с огнём, я играю с огнём. Очень страшно, очень страшно, вроде всё нормально. Ааа! Всё хорошо, жив, цел орёл. Так, поднимаемся дальше, и мы наверху ада. Я просто в шоке! А если мы с вами скопируем вот сюда вот этот чанг, и посмотрим, как он будет выглядеть. А как мы вообще его копируем? Если это 128-я высота, это же максимальная высота ада. Или в аду нету предела просто. Это выглядит мега эпично, вот этот вот красный туман. А если мы скопируем, например, ещё выше, то сейчас я нахожусь вот прямиком здесь. Я бы сказал то, что не знаю где. Мы сейчас развеем с вами все мифы. Кажись нет, 256-я это также максимальная высота в аду. Дальше просто-напросто он не может. Поэтому придётся падать вниз. Ай, больно в ноге. У меня появилась ещё круче идея. Смотрите, мы с вами копируем чанг в обычном, в обычном мире. Вот, например, вот это вот, чтобы захватить, например, домик. И отправляемся в аду. И вставляем этот чанг буквально сюда. Проверяем. Ай, фиксай гений, скопировал не той палкой. А вот теперь точно проверяем. Так, нажимаем. Да, всё, пошло действие. Пожалуйста, обычный мир в аду, мы сможем это сделать. Что? Это не работает, да ладно? Я уже думал, что мы с вами ад можем превратить в обычный мир. Но нет, это не работает. Как же всё продумано? Ха-ха, офигеть. Настало время отправиться в энд. Может быть, в энд у нас получится обычный чанг поставить? Проверяем. И, кажется, нет, нельзя. Но зато мы с вами можем копировать тоже самый эндерниковый. Подождите, он же не имеет там дна. Как это будет выглядеть? Он просто реально скопировал полноценный чанг. Обычный такой гигантский куб. Забавно. Но самое крутое, что вы можете делать, так это копировать целые замки Энда. Такс, подходим, копируем и отходим куда-нибудь. Например, построим его вот здесь вот. Причём они будут находиться аж вон там в небе. Да, это реально работает. Великолепно. Ну что, друзья, на это я прекрасно буду завершать данное видео. Надеюсь, оно вам очень сильно понравилось. И вы досмотрели его до конца. Если да, то вы огромные молодцы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А для вас нравится Фиксай. Не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока.